Приветствую, зрители и подписчиков моего канала, это канал Alex and Play, мы продолжаем играть в мод ТВР за Великобританию, за Рэба Баттлера, за Консерватора, все как обычно. И в прошлой серии мы успешно смогли победить и свергнуть переворот фашистов, который случился в Южной Африке, помогли нашей миссии, которую мы поддержали на Филиппинах, увенчалась успехом, и тут мы не допустили восстания коммунистов, смогли подавить его, это хорошо. Ну и провели еще учения, тут военно-морские, авиационные, учения в Северном море, тут в Ла-Манш и так далее. Мы готовимся к тому, чтобы рано или поздно мы будем вмешиваться в войну в Германию и будем воевать за Германией, поэтому мы к этому тщательно готовимся. Ну и вот остановились на реформе продовольственных субсидий. В этой серии она у нас выполнится. Желаю вам приятного просмотра. Так, теперь самоуправление в Сьере-Леоне. Вот это сделано. Тут деколонизация прошла. Все, теперь тут. Национальный консерватизм, это хорошо, кстати, это неплохо. Это прекрасно. Так, договор о Ганолулу. После многих лет оккупации стремление по их свободе наконец было услышано. С ценой выходит в новые нации. Понятно, все. Далее независимость американцам. Иосиф Проза обеспечил себе переизбрание. Ти-то этот. В общем, да, либеральный консерватизм теперь в Японии. Это хорошо. Договор о свободе. Так, и у нас выполняются продовольственные субсидии. Одной из существенных статей расходов правительства является постоянная выплата субсидий фермерам для обеспечения страны продовольствием по низким ценам. Хотя это, несомненно, помогает нашему многочисленному городскому рабочему классу. Это существенная утечка из государственного бюджета. Искажает рынок, поощряя неэффективные методы ведения сельскохозяйства. Формирование системы сокращения менее важных субсидий сэкономило бы нам немного денег. А тут что-то все то же самое. То, что мы в описании читали. В наше правительство должно двигаться. Отменить реформы, реформы субсидий. Все-таки давайте отменим реформы. Давайте пока отменим. Это все-таки как-то не очень тут. Прямо жестко. Неприятно. Давай дальше автомобили это будущее брать. Так. Китайское вторжение в Тибет. Публика Индия поддерживает Тибет. Нифига себе. Тут, конечно, происходит. Так, вторая штаб-квартира ООН в Китае. Китай выдвинул предложение в ООН. Назовите второй штаб-квартир ООН в Шанхае. Их идея заключает в том, что азиатские страны могут почувствовать себя более представительно. Сделать организацию менее западноцентричной. Можем голосовать за. Но он, блин, воюет с Тибетом. Это, конечно, все-таки агрессия. Но ладно, ладно. Давайте проголосуем. Хотя, не, я воздержусь. Не знаю, на самом деле. Я просто воздержусь по данному вопросу. Давай посмотрим, как другие проголосуют. Я не знаю. Я пока проголосую вот таким образом все-таки. Так, резолюция ГАООН провалилась. Последняя резолюция представлена на генерации рублей. В общем, откладили. Никто, короче, не поддержал это. Но я, короче, не знаю. Я не знаю, на самом деле. Круто это, не круто. Потому что Китай непонятно пока, куда он вышел. Насколько он к демократии стремится, пока мне не ясно. Хотя, похоже, Вермахт не победит в Германии. Шпейр пошел в атаку. Вопрос о налоговых и льготах. Хотя мы в какой-то степени приняли новый экономический консенсус. Вопрос о том, в какой степени мы изменим роль правительства. Все еще остается открытым. Некоторые в нашей партии и правительстве наставят на снижение нынешних высоких налоговых ставок, чтобы стимулировать больше расходов инвестиций в экономику. Это было бы популярно среди некоторых, особенно в нашей партии. Но может привести к риску еще большего ухудшения государственных финансов. Премьер-министр и канцлер обсудят, что делать. В общем, происходит событие, проблемы налогов и льгот. Окажут влияние на борьбу за лидерство консервативной партии. Окей. Так, Судан обретает независимость. Окей. Удачи, Судан. Южная Африка хочет организацию объединенных наций. Тупить давай. Можем. Южноафриканская заявка. Так, понятно. Республика Судан. А, но она еще с Южным Суданом. Но тут консерваторы победили. Хорошо. Они, я думаю, затащат Южный Судан тут. Четыре. Ну, по идее, должны. Если не справятся, мы как-нибудь поможем в этом вопросе. Поставки опять в Бирму оружие. Пытаемся помогать там. Так, ну и миротворческая миссия в Судан. Ну и мы проголосовали за эту миссию. Ну ее, я думаю, примут. Я думаю, эту миссию примут. Но нам надо еще проголосовать где? Где-то еще же надо проголосовать или нет. А, ну мы проголосовали. Окей. Пока здесь нельзя. В соглашении Торонто пока нельзя проголосовать. По поводу этого. Ничего пока мы сделать с этим не можем. Так, гражданская война в Судане. В Судане разразилась гражданская война. Страх перед доминированным севером и на юге. Между Илодским севером и Квадриарным югом вызвал массу беспорядков и восстаний. Штурок восстаний многочисленных южных военных подразделений. Наши дипломаты предполагают, что могли бы воспользоваться этой ситуацией. Мы поддерживаем, конечно, север. Потому что тут уже демократы. А тут приходный режим. Непонятно, куда этот приходный режим. Поэтому, естественно, мы поддерживаем север. Каким образом мы его можем поддерживать? Можем как-то там отправить, интересно, что-нибудь, оружие какое-нибудь. Так. Пожертвовать что-то Судану, может быть. Ну не, пока я что-то не вижу никаких решений на Судану. А, можем поставку оружия сделать. Вмешательство тоже можем. Если мы накопим 50 телефонов красных командного ресурса и 80 политки. Но, в принципе, это реально, наверное, накопить. Если будет все хуже, то мы, конечно же, вмешаемся. Этот конфликт. Но я бы тогда танки отправил все-таки. Куда-нибудь, я не знаю, куда. В Мамбасу. На всякий случай мы туда их танки отправим. Сформирована комиссия. Решение Совета безопасности будущей плана постнацистской реконструкции Германии были переданы специальной комиссии Организации Объединенных Наций. Названа комиссия Германского конфедеративного союза Организации Объединенных Наций. Членам этой комиссии поручен планировать полную динафикацию всех немц, согласно предварительным планам. Понятие Единый Германия, скорее всего, будет сегодня концепцией Германского союза. Попытки минимизировать немецкий национализм в помощи бюрократических издержек. Мы должны их наказать. Окей. Здорово. Правильно. Это надо делать. Это нам необходимо. Обязательно. О, котел, кстати, сделали. Неплохо. Может и победят. Они, кстати. Опа, немецкая весна. Короче, эти вступают. Восстают. Демократы здесь. Ой, коммунисты. Революционный. Коммунизм. Революционный, точнее, социализм. Коммунизм, социализм. 28 дивизий, но я думаю, они ничего не смогут сделать. У них вряд ли что-то получится. Проблема налоговых и льгот. Во время предвыборной кампании мы не особо занимались вопросом налогов, хотя и обещали продолжать поддерживать многие части либерийского государства. Всеобщего благосостояния, которое финансируется за счет наносительно высокого уровня налогообложений, которое у нас сейчас есть. Тем не менее, в нашей партии есть много тех, кто стремится сократить налоги по всем направлениям, включая подоходный налог, налог с продажей, корпоративный налог. Утверждая, что это значительно повысит рост благосостояния, компенсируя финансовый дефицит в долгосрочной перспективе. Сам Батлер опасается сокращать налоги вообще, пытаясь сохранить государство и общего благосостояния, тратить средства на новые правительственные проекты, а политический капитал, необходимый для значительного сокращения налогов, проведения нового бюджета. Через парламент отвечает внимание правительства других вопросов. Тем не менее, другие министры советуют ему, по крайней мере, принять некоторые незначительные налоговые сокращения, чтобы успокоить более традиционалистские монетаристские крылья партии и помочь предотвратить любую внутреннюю позицию его премьерству. Мы не можем себе позволить, либо незначительные налоговые льготы, либо комплексное снижение налогов. Угу. 5 процентов, так, крупные налоговые льготы. Хм, модернисты на 8 процентов влияние получат. Ну давай все-таки незначительные налоговые льготы ведем, и будем прям радикально все делать, но сделаем. Вот так вот сделаем. Таким образом. Давайте улучшение теперь. А, ну тут решение. Пока давайте демографические сдвиги возьмем. Все-таки фокус вот этот вот. На демографические сдвиги. Это надо. Тем временем предлагается учение ВВС. Не он и штат Америки. Ну понятно, они решили, чтобы мы поучаствовали в этих учениях. Отправить несколько транспортов и офицеров. Давай. Давай сделаем. Ну и успешно. Успешное пополнение упражнений. Отличная работа. Хорошо. Прям замечательно. Так. Ну да. 50 сейчас у нас. Короче, я так понял действительно, что надо до 100 дойти. И тогда что-то можно будет сделать. Интересное. Или не очень. Так. Ну давай агентство создадим. В принципе. На всякий случай. Пора уже сделать это. Хотя никто пока не внедряется. Но на всякий случай. Опа. В России все-таки демократия. Прекрасно. Российская республика. Петерим Сорокин. Эссеры. Либеральный социализм. Ну хорошо. Это неплохо. В целом это хорошо. Мы играли, кстати, за них в ТВР. В этом году. В начале года, по-моему. Признание обмена. Следующее предложение. Производить к обмену законным признанием путем простывания мест Союза Бирмы Демократического Правительства Бирмы. Да. Тут Демократическое Правительство Бирмы образовалось. Ну и мы, конечно, да. Мы проголосуем за. Конечно. Безусловно, это надо сделать. Это мы сделаем. Необходимо. Бирме помочь. Так. Заключение расследования загрязнений воздуха. Комитет завершил расследование проблемы загрязнений воздуха. Он установил, что загрязнение воздуха промышленности с сжиганием топлива вызывает серьезные проблемы со здоровьем по всей Великобритании, имеет долгосрочные издержки для британской экономики. Хотя сокращение загрязнения потребуется издержек, которые в срочной перспективе, в долгосрочной перспективе оно принесет выгоду. Комитет опубликовал подробный отчет о рекомендуемых мерах политики, включая ограничения на сжигание угля в домах, модернизацию существующих промышленных предприятий и электростанций с более высокими дымоходами и фильтрами, и постепенный вывод из эксплуатации некоторых электростанций, расположенных вблизи густонаселенных городских районов. Теперь правительству парламенту предстоит превратить рекомендации в действие. Интересно, политическая власть имеется на плюс 20? Позволяет закон о чистом воздухе в решении принять. Да. Так, посмотрим сейчас. Да, закон о чистом воздухе можем принять. За 100 политки, в принципе. Можем это сделать, будем. Сделаем. Между тем, прекращение огня в Швейцарии. Это хорошо, это здорово. Великая война 40 лет спустя. Ну, в общем, тут прочитайте про это. Это хорошо, что Швейцария так независимость получила. Это хорошо, это замечательно. Будем влиять и помогать Швейцарии всячески. Все-таки здесь. Но, скорее всего, все-таки ШПР победит в гражданской войне. Нам надо будет с ним разбираться еще. Демографические сдвиги. Изменения, охватившие нашу страну и весь западный мир не только экономически, но и демографически, поскольку меняется облик нашего населения. Экономическое процветание создает расширяющийся средний класс со своими собственными желаниями и потребностями. Женщины все чаще составляют большую часть рабочей силы, причем на рабочие места воинами начала середины 20 века. По мере улучшения транспортных связей, миграция снова растет, обеспечивая экономические выгоды и проблемы с тех стран, тем странам, когда мигрирует больше всего людей. С этими изменениями приходят как невозможности, так и проблемы, необходимость в новополитике для признания этих изменений. Мы должны иметь дело с изменениями. Ну и давайте закон о чистом воздухе введем. В общем, закон о чистом воздухе за более чистое будущее. В общем, прочитайте, кому тут интересно. В общем, всякие там фильтры и прочее будем модернизировать в фабрике. Это хорошо. Вот он, приняли закон. Очень хороший закон, на самом деле. Ну и небольшие налоговые льготы тоже, в принципе, неплохо. Так, дальше по фокусам мы идем уже в содействие единству класса. То есть, событие классовой проблемы окажет влияние на борьбу за лидерство контернативной партии. Красные говорят о классовой войне и необходимости рабочих свергнуть своих капиталистических начальников. Но это заблуждение. Мы не определяемся тем, к какому классу принадлежим. Мы определяемся нашей нацией. Сплотившись вокруг концепции британкости, мы можем двигать страну вперед. Тем временем, королевство Бельгия было аннексировано и теперь тут Конго. Левые популисты сидят здесь. Ну, хорошо, что они коммунисты. В Анголе кто, интересно. Тут с Португалией довоюют. Тут марксист и ленинисты. Это вот это хреново. Это хреново. Блин, резолюция провалилась по поводу демократического правительства Бирмы. Плохо. Это реально хреново. Республика Ботсвана. Прощай, Ботсвана. Да, создается тут Республика Ботсвана. Фискальный консерватизм. Это хорошо. Это неплохо. Нормально. Так, независимость Алжира. Новая нация в Северной Африке. Независимость Танганики. Республика Танганика. Блин, африканский социализм. Ну, конечно. Естественно, африканский социализм. Как иначе-то. Жаль. Это плохо, на самом деле. Это очень плохо. Ну, что поделать. Классовая проблема. По мере того, как мы медленно приближаемся к следующим выборам, вопрос о том, как подходить к вопросу класса снова становится важным. Традиционно социально-экономический класс имел большое значение для британской политики, поскольку либо риска партии открыто рекламировала себя как социалистическую партию для рабочего класса. Однако во время последних выборов Батлер подчеркил класс свой единственный выход за рамки этих классовых границ, отвергая то, что он называл классовой войной, которую ввела либерийская партия, обращаясь за поддержкой к частям рабочего класса. Это привело к определенному успеху, и теперь некоторые члены нашей партии призывают нас извлечь дополнительную выгоду из этого сообщения, подчеркивая нашу поддержку поддержки всех социальных классов в равной степени, принимая при этом новый экономический консенсус, заложенный новым государством всеобщего благосостояния. Мы могли бы завоевать поддержку среди рабочего класса, голосующего за то в следующее время за лейберийскую партию. Конечно, такой шаг резко отвергается некоторыми членами партии, которые опасаются, что нас втянут в дорогостоящие экономические уступки в результате этого изменения политики. Ну, давайте пересмотрим систему все-таки, подчеркнем единство класса. Все-таки пересмотрим систему, давай в этот раз пересмотрим. Почему бы и нет, в этот раз можно. Так, ну и давайте растущий средний класс возьмем, теперь фокус. Это нам тоже надо. Ну, кстати, Республика Судан справились сами, без нашей поддержки. В принципе, тогда танки можно обратно отправить. В Лондон. Потому что они нам здесь больше не нужны. Теперь самоуправление Кении. Так, Доминион Кения, кстати, однако. На основном консерватизме они не полностью отделились. Это хорошо. Почему, кстати, вот это тогда не ушло Кении? А, Уганда, я понял. Это Уганда. Сейчас еще Уганда тут появится. Вот Уганда нет, просто персоналистка диктатуры здесь. Ну, ладно, тоже, в принципе, неплохо. Какое-то влияние мы все равно тут по всякому случаю удержали. Так, можем поддержать ДГБ. Так, признание обмена. Да, проголосуем. Пробуем опять в Бирну как-то помочь, может быть. Отправить там добровольцев, может быть. Мы сможем. Потому что надо же помочь там. Есть шанс там хорошо помочь, но мы что-то не помогаем. Ну, да, Борман, ой, Борман Шпер, скорее всего, победит. Он тут эсэсовцев давит. Плюс он нападает на этот перский протекторат Нидерландов. Тоже нападают. Растущий средний класс. Хотя и медленно, но благосостояние в стране растет по мере развития технологий в последние годы и десятилетия. Вместе с этим медленно расширяется средний класс, поскольку доступно больше и более высокоплачиваемой работы. Этот сдвиг, безусловно, является хорошим явлением для страны, но он несет как возможности, так и проблемы для нашего общества. Мы должны принять эти изменения и работать над тем, чтобы наращивать благосостояние, достигнутое на данный момент. Чтобы достичь еще больших высот в экономическом благополучии. Это будущее. Добавляет соответствующие решения в программу модернизации. Это будущее. Так, ну и тут у нас фокусы пока закончились. Надо теперь брать левую веточку фокуса. Британия Стронг. В нашем манифесте мы обещали построить Британию сильной и свободной. Пошло время нам выполнить обещание построить сильную Британию. Такую, которая будет мощной как в пределах своих границ, предоставляя возможности своему народу, так и в своем обществе и экономике. А также сильной и напористой на мировой арене. То есть, это событие Британия сильной. Мы получим еще политвласть. Так, тут пока решений никаких нет. Так, ладно, тут пока нам не надо. Ослабление контроля кредитования давай возьмем. Вот это пока. Ведем эту реформу. Это надо тоже нам сделать обязательно. Ну и следующую политку все-таки давай попробуем опять повысить уровень готовности обороны. Ну блин, опять про резолюции провалилась. Ну что ж за мимбецилы там голосуют? Ну надо же помочь демократическому правительству Бирману. Ютить, колотить. Британия сильная. В манифесте консервативной партии партия обещала построить Британию сильной и свободной. Пришло время одной выполнить обещание. И построить сильную Британию. В своей речи в палате общин, широко освещающейся в СМИ, новый премьер-министр Рэп Батлер заявил, что Британия должна пробудиться от недавнего периода слабости. И вернуть себе силу, которая у нее когда-то была. Он пообещал отдать приоритет не только в силе Великобритании на мировой арене и на пористости и успешности ее внешней политики, но и внутренней силе Великобритании, улучшая единство и эффективность как ее экономики, так и общества. Казалось, что речь сработала. Рейтинг одобрения Батлера немного, но заметно вырос, а его положение как лидера в своей фракции в палате общин, казалось, стало намного более надежным. Вперед и вверх. Прекрасно. Это хорошо, это круто. Ну да, все-таки Шпеер победит в гражданской войне, ничего с этим не поделать. Ну давайте теперь проблему женской занятости ведем. Поставим на повестку дня. Опа, французов. Французы хотят в Организацию Объединенных Наций вступить. Ну давай, голосуем за это. Давай. Правительство французов подало заявку. Окей. Так, тут исследование еще можем взять какое-нибудь. Не знаю. Ну давай, ладно. Огнеметы возьмем. В принципе, с опережением не страшно. Так, занятость женщин. Опыт военного времени, как и Великой войны, привел к серьезному изменению роли женщин в обществе. Поскольку мужчин сначала мобилизовали для ведения не давшейся войны в Европе, а затем отправили в Азию, чтобы помочь им победить Японию, женщины все чаще брались за работу, которая раньше выполнялась мужчинами. Однако, с тех пор наше общество находится в состоянии изменения. Некоторые женщины остались на рабочих местах, в то время как другие вернулись домой, частично вернувшись к традиционным семейным структурам. Правительство должно решить, в каком направлении оно хочет видеть экономику и наше общество. Поощрение женщин оставаться на рабочем месте, безусловно, повысит экономический рост, обеспечивая постоянный рост национальной рабочей силы. С другой стороны, другие призывают вернуться к довоенной ситуации, восстановить традиционные нукулярные семьи, чтобы постабилизировать наше общество, помочь справиться с нестабильностью, которые принесли годы войны и трудности, вызванных изоляцией. Лучше бы они оставались дома. Нет, давай, дайте женщинам работу. Давай. Все-таки работу им дадим, почему бы и нет. Мы не такие жесткие консерваторы. Так, приоритет национальной обороны. Мы живем в очень нестабильное время, мы должны обеспечивать защиту наших островов от надвигающейся угрозы через Ла-Манш. Давай. Это надо взять нам. Так, малая просит предоставить ей собак. Ну, давай. А, принадлежит нам. А почему? Почему мы не отдали? Я бы отдал. Нельзя отдать. Ну, ладно. Нельзя так нельзя. Снова предлагают военно-морские учения. Ну, давайте отправим полную оперативную группу в этот раз. Все-таки. Но мы все равно не успеем вмешаться в гражданскую войну в Германии. Это будет нереально, потому что сейчас Шпейр уже почти победил. Ну, естественно, опять успех в этих упражнениях. Это прям хорошо. Здорово. Потихоньку движемся. К 75-процентному военному сотрудничеству. Да, гражданская война в Германии закончилась. Шпейр победил. Ну, фига себе тут супервент. Субтитры создавал DimaTorzok Конец гражданской войны в Германии. Редко кто узнает дьявола, когда он кладет руку тебе на плечо. Альберт Шпейр. Архитектор выиграл. Ясно, ясно. Но Данию себе немец не получит, потому что тут образовался северное соглашение. В общем, тут финны, шведы и дончане свой альянс тут создали. Северный оборонительный альянс. Ну, пускай, пускай. Лучше бы, конечно, к нам бы вступили. Тогда бы точно немец на них бы не напал. Так, французская республика присоединяется к ЕТЦ. Французская республика выпадает на все требования для присоединения. Нынче члены ЕТЦ приняли заявку. Теперь действует собранный торговец. Другие члены также нужны других преимуществ. Европейское торговое сообщество. После многих лет войны и тирании на европейском континенте наконец-то начинается медленный процесс восстановления. В надежде найти постоянное мирное решение для Европы, французский лидер Даниэл Майер санкционировал создание нового европейского торгового сообщества. Экспериментальная концепция, которую он надеет связать Европу обещанием свободной торговли и общего процветания. Ожидается, что с возросшей взаимосвязанностью европейского торгового сообщества она станет лучшим инструментом для содействия миру и даже ускорения восстановления Европы. Мир через процветание. Это, конечно, хорошо, но как вы будете это все строить, если тут немцы, тут еще нацисты находятся. Как вы будете это строить? Вопрос, конечно, открытый. Ну, с теми, наверное, странами, которые демократические. Вот с теми и будет строить. Блин, хотелось бы, чтобы французы вступили в наш альянс поскорее. Чтобы немец не посягал на них. Иначе будет печально. Отлично, изменение боевоготовности еще улучшилось. Конго хотят вступить еще. Ладно, давай. Почему бы и нет. Пускай вступают. Теперь у нас 48% готовности. Ну и сейчас бы взять еще закон равного оплату труда женщин на государственной службе. Этот надо закон еще принять сегодня. Так, давайте введем этот закон. Закон о равной плате труда. Хорошо. Прекрасно. Еще один законопроект. Но мы сегодня много законопроектов всяких приняли. Так, будущее Целона. Будучи последней крепостью Британии на индийском континенте, предстоящий выбор на Целоне окажет долгосрочное влияние на судьбу страны. В связи с потерей поддержки действующей ОНМП, ростом политической напряженности, всплеском националистических настроений, Республика Индия стремится покончить с этим эпериалистическим плацдармом. Раз и навсегда. В то время как Соединенные Королевства стремятся сохранить свое влияние в регионе. Барба за мир и стабильность. Так, 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 так. Так, влияние на Целон тогда надо оказывать. Хотя пока что-то я не вижу решения. Ладно. Давайте тут еще миссии всякие организуем. Так, это вот здесь вот получается. Да, финансирование ОНП. 50 политки нам надо, чтобы тут они остались нашими. Ну окей, проголосуем. Точнее, будем поддерживать. Защищая Британию. Хотя между нашей страной и нацистской Германией существует диалектное перемирие, напряженность остается высокая. Поскольку мирный договор так и не был официально подписан, риск возобновления войны является постоянным риском, учитывая доминирование Германии в континентальной Европе. Вполне вероятно, что их следующей целью станет единственная европейская держава, которую сказано от их власти, Великобритания. Все в правительстве согласны с тем, что помимо нынешних мер необходимо провести дополнительную подготовку на случай немецкого вторжения. Однако, поскольку экономика находится в развалинах, еще предстоит решить, стоит ли предпринимать более амбициозные меры по строительству дополнительных береговых укреплений. Наша сторона в опасности, строите укрепления. Да, давай. Пусть события береговые укрепления завершены. Окей, мы это все возьмем. Теперь давайте проблему эмиграции поставим на повестку дня. Но проблему эмиграции мы уже с вами решим в следующей серии, как и остальные реформы, которые нам еще предстоит с вами сделать в следующей серии. Судить американский заем нам надо, еще подтвердить трансферсистические связи, сильное общество, реформы образования, пристили увеличение числа домовладельцев, оптимизация госслужбы и подчеркнуть национальное единство. И ножи достали. Еще тут надо. До 57-го года. Но мы успеем. До 57-го года мы точно успеем все это сделать. Ну и, конечно же, уже современную экономику построить. Будем найти высокоиндустриализированную экономику на потребительскую экономику. В общем, мы все это сделаем. Это необходимо нам сделать. Ну, в армию я пока не иду, потому что, ну блин, какая армия. Надо сначала тут экономику решить. И в первую очередь восстановить торговый баланс. Это еще тут нам до хера фокусов предстоит тут делать. Ладно, на этом тогда все. Подписывайтесь на канал. Кто не подписан, обязательно комментируйте, ставьте лайки. Пишите комментарии от 4 слов, это помогает в продвижении видео. Также подписывайтесь на телеграм-канал, на дискорд-сервер и твич-канал по ссылкам в описании. И знайте, что самое интересное еще впереди и интересное точно будет. Всем удачи и пока. Пока-пока.